МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом убедился наш специальный корреспондент Алексей Мак. Он выходит на прямую связь со студией. Алексей, приветствую. Чем удивляют экспозиции в этот раз? Да, Александр, приветствую тебя. Это уже 27-я выставка обеспечения безопасности. 57-й павильон. Превратили и поделили на две части. Одна часть касается гражданских систем безопасности. Это различные системы досмотра, интроскопы. Другая касается именно такой военной части. Все, что касается для обороны. Вот с нее и начнем. Вот один из стендов, который привлек мое внимание, конечно, показал отечественную технику. Эта техника касается производства компьютеров, средств связи, мини-АТС. Все, что, как говорится, можно развернуть в поле. Давайте послушаем от разработчиков, от той техники, которую сегодня можно уже, как говорится, заполучить. Разработки являются полностью отечественными. Значит, на стенде представлены защищенный ноутбук, выполненный в магниевом сплаве, построен по модульному принципу. Видеотелефоны позволяют организовывать видеоконференцию без видеосервера. До пяти абонентов, видеоабонентов, а также проводных абонентов, как радиосвязи, так и проводной связи. Значит, представлены также коммутационное оборудование, шлюзы IP-телефонии, полевой коммутатор. Еще представили на выставке очень интересный тепловизионный комплекс. Он создает безопасный купол на 30 километров. Работает такая техника и ночью. И, как говорят разработчики, от глаз умной отечественной оптики не уйдет и муха. Помимо того, что система искусственного интеллекта определяет цель, она еще и сопровождает. И все данные далее передает оператору. Давайте посмотрим, как работает это чудо техники. Это наш уникальный комплекс, тепловизионный комплекс наблюдения. Он обеспечивает дальности наблюдения за целью до 30 километров. Делает он это благодаря сверхчувствительному тепловизору, который входит в состав данного комплекса. Его матрица охлаждается, и благодаря этому достигается состояние полупроводимости, и обеспечиваются вот эти огромные дальности наблюдения. За различными целями. Это могут быть автомобиль, танк, самолет, квадрокоптер, любые цели. То есть можно устанавливать где угодно, и, собственно говоря, эта установка может быть мобильной, и вот такой пульт управления, можно сказать, портативно. Расскажите про эту отечественную разработку, собственно говоря. Это пульт, который мы разработали собственными силами. Пульт уличный, ну, мы его называем для полевых испытаний или полевых работ. Он защищен, он предназначен для работы в тяжелых условиях. На нем установлено программное обеспечение, которое мы разработали собственными силами. Уже проходит апробацию, в общем-то, такое решение в определенных зонах сложных. Приятно отметить, что наука работает совместно, как говорится, напрямую с производством. Хороший пример из Санкт-Петербурга, университет МВД и местные производители радиоэлектронной техники наладили производство подавителей без пилотников. Ну, сейчас расскажу подробнее, как работает эта система. Обнаружитель, который изготовлен в виде обыкновенной рации, подает сигнал о приближении дрона. Также оператору сразу передаются данные о том, какая это техника, собственно говоря, что это за модификация в виде технических средств этого летательного аппарата. И далее такая работа совместная позволяет передать все необходимые данные на специальное, скажем так, электронное ружье. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Подавитель дрона FIRAD-100. Это подавитель, исполненный в виде ружья. Работает по четырем основным каналам направленного действия. прерывает связь между пультом и дроном, собственно говоря, после чего реализуется протокол спасения от дрона, который заключается в возврате на точку дом, экстренной посадке, либо зависании в воздухе для, скажем так, в попытке восстановления связи с пультом. Вот. Это позволяет отработать по дрону и спастись либо от сбросов, либо от разведки и так далее. Ну и стоит сказать, что это не просто выставочные экспонаты. Такая техника уже используется в зоне СВО несколько тысяч таких аппаратов. Да, Леша, ну нужно тут тогда пояснить, какие еще аналоги техники, которые используют в зоне СВО, показали на выставке. Что ты нам можешь еще рассказать по этому поводу? Да, интересные разработки представили наши производители. Они касаются обеспечения взрывчатых веществ. Это обычные, как мы думаем, металлоискатели, но на самом деле у каждого вот такого металлоискателя есть свой радиус действия. Несколько модификаций представили на выставке. Кроме взрывчатки умная техника еще сообщит о приближении беспилотника. Кстати, среди них есть тоже новинки. На выставке представили очень интересную модификацию дрона. называется стрекоза. Примечательно, что стрекоза может заменить и с воздуха сапера. Он подлетает в опасную зону. Дальше, с помощью нейного локатора, который закреплен снизу, происходит идентификация электронного средства. Если оно есть, то оператору на монитор выдается сигнал о том, что конкретно в этой точке есть опасное какое-то оборудование. Соответственно, мы уже в дальнейшем можем туда отправить бригаду разминирования. Уже летают такие стрекозы? Насколько успешно? Да, уже есть некоторые у нас поставки и, в принципе, никаких нареканий нет. Свою задачу выполняют. Что касается еще, как вариант потенциального его применения, это при поиске людей в завалах под лавинами, например. Также можно с помощью данного прибора обнаруживать, скажем, людей, которые могут иметь у себя в комплекте, скажем, радиостанции те же, либо мобильные телефоны. Ну, теперь чуть-чуть отойдем от такой военной тематики и перейдем к гражданской жизни, что называется. Она касается таких пунктов досмотра. Ну, прежде всего, мы с вами посещаем аэропорт или железнодорожные вокзалы. Мы знаем, что такое интроскоп, который просвечивает наши вещи и досматривает на присутствие разных запрещенных веществ и предметов. Есть такие линейные и поточные интроскопы отечественного опять же производства. И также на выставке представили макеты целых логистических пунктов. И о новациях в этой сфере нам рассказали наши разработчики. Давайте послушаем и посмотрим, как это работает. Александр, много логистических пунктов строится в стране. Новые цепочки, торговые, бизнес выстраиваются. Идем на восток, как говорится, да, и это расширяет наши возможности. И без пропускных пунктов здесь, конечно, не обойтись. Вот, что представляют собой вот такие потоковые пункты, которые вот расположены по всей стране нашей? Ну, в первую очередь, наша компания разрабатывает высокопроизводительные досмотровые системы. Они состоят из нескольких элементов. Основной элемент это ворота, сквозь которые машина проезжает своим ходом. В тот же момент происходит сканирование содержимого автомобиля, который выводится на монитор оператора, который находится неподалеку. И все тайное становится явным. То есть, вы смотрите, все-таки есть определенная схема, по которой организовывается это пространство в зависимости от тех задач, которые выполняются. Это грузоперевозки и пассажиропоток? В основном это грузоперевозки, конечно, потому что сканируется именно груз. Вот, у нас есть примерная схема, как выглядит, ну скажем, такой минималистичный пункт пропуска. Вот расскажите, что здесь происходит, какое оборудование и как оно работает? Здесь находится оборудование, оно включает в себя, вот как я уже говорил, рамку, сквозь которую проезжает автомобиль. Оранжевая. Да, оранжевая, да. Это, в ней находится детекторная линейка. Именно она сканирует содержимое нашего груза и передает его не на монитор оператора. А также вспомогательные системы, которые позволяют осуществлять контроль нища, весовой контроль и визуальный контроль. А также сканирует номер автомобиля и заносит его в базу. Вот еще есть какие-то две вот такие рамки. Что это за устройство? Это радиационный контроль. Для того, чтобы уровень не превышал допустимый нормативами на конкретном месте. Скажите, пожалуйста, вот чтобы работала вся вот эта система точно вовремя. Есть еще и программное обеспечение. Расскажите вот о нем. Отечественное или оно? Как замещается вообще это оборудование? Вообще продукт является полностью российским. В том числе и программное обеспечение. И программное обеспечение является одним из основных элементов, с помощью которого получается высококачественное изображение на экране монитора. Потому что именно оно обрабатывает тот сигнал, который получается от оранжевой детекторной линейки. Соответственно, программное обеспечение полностью российское и оно выполняет важную функцию. Расскажите, пожалуйста, вот эта рамка, из чего она состоит? То есть, как она и что может увидеть? Есть какие-то допуски? Я не знаю, нитку и иголку в стоге сена найдет? В большей степени, конечно, рамка состоит из датчиков, которые находят элементы, отличающиеся по своему атомному номеру. Такие, как, например, если груз в большей степени железа, а там лежит какая-то органика, сразу это будет видно на мониторе. Проникновение по стали около 350 миллиметров, что довольно глубоко. То есть, даже за какими-то железными листами система сразу увидит какие-то скрытые вложения, скрытые компоненты, такие как наркотики, оружие, взрывчатые вещества и так далее. Скажите, вот для того, чтобы построить средний пропускной комплекс, сколько нужно времени и востребовано ли это оборудование сейчас в нашей стране? Может быть, есть и заказы от наших партнеров за границей? В основном у нас сейчас заказы как раз и за рубежа, ну и в нашей стране также есть. Вообще, вот производство и установка оборудования занимает в среднем 6-8 месяцев. Поскольку нужно подготовить площадку, но у нас в принципе минимальные требования, поскольку наша система является инновационной и не нуждается в каких-то бетонных ангарах, а также других тяжелых конструкциях. Да, и вот еще вы привезли на выставку интересную разработку, такую мобильную, это микроавтобус, который тоже может выполнять досмотровые функции. Расскажите, пожалуйста, об этой разработке, где она может применяться? Данная разработка, да, является последней разработкой нашей компании, называется она мобильный инспекционный досмотровый комплекс, поскольку в зависимости от предыдущего продукта она может передвигаться своим ходом. То есть это на базе микроавтобуса автомобиля, в том числе и на базе автомобиля «Газель» стоит рентгеновская установка, которая, следуя своим ходом, может осуществлять контроль автомобилей, стоящих параллельно, и также находить скрытые и запрещенные вложения. То есть получается, что, собственно говоря, вся начинка микроавтобуса это искусственный интеллект, в кабине сидит водитель и оператор, который через компьютер уже моделирует и моделирует ситуацию, да, я так понимаю? Совершенно верно, да, все зависит от того, что находится за пределами микроавтобуса, а оператор уже предпринимает необходимые действия. То есть, собственно говоря, такое оборудование может найти и контрафакт, и если там незаконный лов какой-то, то есть все это определится, да? Да, все определится. Это в большей степени, конечно, продукт ориентирован на спецслужбы, и как раз вот для них он, в общем-то, и создавался. Спасибо большое, удачной вам работы на выставке, ждем интересных разработок. Обязательно, будем рады новым встречам. Ну, выставка будет работать до пятницы, 19 октября, это касается и дискуссионных площадок, на них обсудят вопросы использования искусственного интеллекта, робототехники в сфере гражданской обороны, вообще здесь очень много интересного, в том числе и стенды со специальной военной амуниции, поэтому нужно прийти с семьей и познакомиться с отечественными разработками Александра. Спасибо, Алексей. Наш специальный корреспондент Алексей Мак рассказал о выставке Интерполитех, которая начала работу в Москве.